МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В группе виновной полиции состоят 54 родители, которые злостно уклоняются от родительских обязанностей. Назад в прошлое. Болгарские следопыты исследовали бектауата. Они здесь были и приносят свою жертву. В селе Агадырь молодой парень убил 9-летнего мальчика. Подросток расстался жизнью из-за того, что не нравился обидчику. По подозрению в особо тяжком преступлении задержали 21-летнего жителя Шетского района. Обвиняемый признался, что нанес ребенку несколько ударов ножом из-за личной неприязни, когда родных не было рядом. При этом он сам его хорошо знал. Сейчас злоумышленник под арестом. Ему грозит до 15 лет тюрьмы. Задержанный признался, что 24 октября вечером из-за неприязных отношений совершил убийство 9-летнего мальчика. На данный момент он во дворе на изолятор временного содержания. Проводится досудебное расследование по статье 99 Уголовного кодекса Республики Казахстан. То есть убийство. Местные предприниматели покоряет область. Наша фирма ТОО «Пульс» собирается строить суперсовременный хлебокомбинат в Караганде. Болхарский опыт открыл бизнесменам новые перспективы. От 60 до 100 тонн продукции в сутки будет производить новый гигант. Десятки видов изделий изготовит европейское оборудование. Кандидаты пока определяются. Сейчас в списке претендентов – Италия, Германия, Чехия и Словакия. Сначала болхарские заказчики посетили иностранные заводы. Теперь производители сами приехали с ответным визитом. Уникальный проект презентовали 14 делегатам из разных стран. Сейчас ведутся переговоры по его реализации. В конце следующего года один из мощнейших хлебокомбинатов области планируют запустить. Это предприятие даст 230 рабочих мест. В городе Карагадим мы начинаем строительство одного из крупнейших хлебозаводов Казахстана. Выбрана строительная площадка, проведены планировочные работы. На сегодняшний день ведутся переговоры с крупными европейскими компаниями, которые производят одним из лучших технологических оборудований. Мы предполагаем, что данный завод будет лучшим и передовой хлебозаводов Казахстана. Планируется завершение строительства в четвертом квартале 2016 года. За неправильное воспитание трое болхарских матерей лишились родительских прав с начала этого года. Еще 40 оштрафовали на сумму около 8 миллионов тенге. Всему причина – отсутствие присмотра за собственными детьми. Пьяные посиделки, безработность и невыполнение обязанностей по отношению к своим отпрыскам. Полицейские посчитали преступлением. На первый раз родительниц этой категории брали на учет. Потом начали штрафовать. На 14 тысяч тенге каждую. При повторном нарушении арест на 5 суток. Если даже это не помогло, то лишение прав. Перешли последнюю черту три мамы. Теперь им придется платить своим детям алименты. В настоящее время в группе виновной полиции состоят 54 родителей, которые злостно уклоняются от родительской обязанности. В отношении детей, согласно постановлению Акима, определяется опекун и ребенок передается опекину. Дорога к истории. Школьники и студенты города совершили путешествие в прошлое. Специальная экспедиция под начальством воинов-афганцев, историков и археолога прошла путь древних племен. Побывала у могильников сакских вождей и перенеслась в эпоху объединения трех жузов. Подробности в следующем материале. Отправку в историю запланировали с раннего утра. Со спецкортежем выехали из города около ста человек. Пункт назначения – урочище Бектаута. Место, которое хранит в себе тайны прошлого казахского ханства. А началась экскурсия с Кургана. Школьники и студенты посетили могилу сакского вождя, который жил в этих местах в 8 веке до н.э. У него было 200 жен, но только одна, самая любимая, удостоилась быть похороненной вместе с мужем. Курган высотой в 30 метрах был заполнен богатствами, но до наших дней дошла только одна сережка – 15-летней избранницы вождя. Это место считалось священным. Раньше главы других племен приезжали сюда, чтобы сделать жертвоприношение. Они здесь были и приношили свою жертву. Там оставляют, каждый устраивает в этой цепочке свой жертвенный отсек. И туда поставляли не все кости, а остальные кости того животного. Сооружение с северного вуза. Здесь, под этим сооружением, находились обычно главные жертвенные пищи – это лошади и глиняный сосуд. Дальше по расписанию экспедиция отправилась к могиле композитора Шашубая Кушкарбаева. Похоронили его в Зеленой долине, как говорят историки, потому что Словакина высока, как эти горы. А в завершение сами путешественники стали частью истории. Все ученики переоделись в национальные костюмы и провели гуляния. Открыл торжество сам Ханаблай. Песни и танцы продолжались, а сильная половина отправилась демонстрировать умения. Молодежь играла в Асике и участвовала в Аркантартес. Средний жуз никому не уступал. Моя цель была сегодня сыграть Бия, Казбик-Бия. И наша цель была совместить все наши джузы и объединить наш народ перед Аблай-ханом. Аблай-хан был единственным ханом после Тауке-хана и Касым-хана, который объединил весь наш народ. И он сплотил весь наш народ и сделал его таким, что никогда ни один хан не делал так. Он связал нас с Россией, с Китаем, с многими народами других стран. Совершили путешествие в прошлое. Жан Сая Мусина, Думан Колобаев, Уркин Медиа. Мир в переплете. Сегодня во всех странах отмечают День школьных библиотек. Именно там многие из нас начали свое первое знакомство с книгой. Уже 16 лет каждый четвертый понедельник октября посвящают этим маленьким хранилищам знаний. А что изменилось за это время, расскажут наши журналисты. 15-летняя Аяулым Серегжан – частый гость в школьной библиотеке. Кроме учебной литературы, девушка любит исторические произведения и детективы. Когда хочется романтики, на помощь приходят любовные рассказы. В свободное время девятиклассница предпочитает проводить с очередным томиком. Люблю читать, поэтому часто заглядываю в библиотеку. Сейчас читаю поэму «Путь Абая» Мухтара Ауэзова. Очень интересно узнать судьбу великого поэта. Когда закончу, хочу взять книгу «Кушпендлер» про историю нашего народа. Еще люблю детективы Чингиза Абдулаева. Только в библиотеке одного пятнадцатого лицея больше 25 тысяч книг. Причем около 800 из них электронные. Современных читателей сейчас привлечь нелегко, поэтому приходится использовать ноу-хау. В списке самого популярного – сказки, энциклопедии и приключения. Сейчас молодежь мало читает, поэтому стараемся детей приучать к книгам с детства. К нам заходят и учителя. Не только за учебными материалами, но и берут для себя что-нибудь. У нас есть электронные книги, интернет. Но детям все равно больше нравятся бумажные. Их и посмотреть, и потрогать можно. Такие хранилища пополняются каждый год с поступлением учебников. Но знаний много не бывает. Поэтому до конца месяца во всех школьных библиотеках принимают любые книги в хорошем состоянии. Если на полках завалялась парочка томов, им с радостью найдут новых читателей. Виктория Буханцева, Илья Стукибеков, Оркин Медиа. На этом все. Следите за развитием событий вместе с нами. И не пропускайте ежедневные выпуски в 20.15. А я прощаюсь с вами. До завтра. Субтитры подогнал «Симон»